В преддверии женского праздника в рамках выставки форума «Россия на ВДНХ», где демонстрирует главные достижения страны, компания «ЦИОН» по приглашению организаторов павильона Министерства труда устроила очень интересное мероприятие. Известные садоводы, эксперты, блогеры и телеведущие порадовали своими мастер-классами, которые в первую очередь были направлены для аудитории начинающих растениеводов. Однако продвинутые садоводы также нашли для себя много интересного. Ведущими мероприятия были певица Юлия Денисова и ваш покорный слуга, автор и ведущий телеканала «Усадьба» Виталий Декабрёв. А ещё мы с Юлией спели весёлую песню. Некоторые зрители её уже назвали садовым гимном. Если ещё не слышали, видео и аудио есть на моём канале. Ты прекрасна, как все цветы, что на клумбах твоих растут. Итак, представляем вам серию полезных мастер-классов. Сегодня вас ждёт моя небольшая история о полезных комнатных растениях. И до конца месяца вы увидите мастер-классы от Яны Фроловой, садового эксперта, блогера. Яна расскажет о полезной зелени на подоконнике. Илья Зеленов, также садовый эксперт и блогер, поведает о том, как сохранить покупные растения. Ирина Давтян, представитель самого крупного тепличного комплекса России по выращиванию орхидей, подробно расскажет про чудесные орхидеи. А Екатерина Весна, садовый эксперт, блогер, телеведущая, поделится секретами, как окружать себя цветами круглый год. Итак, поехали. Я в прошлом году для себя решил, что все мои комнатные растения в самое ближайшее время поменяются кардинально. Я хочу выращивать в своём доме исключительно полезные растения. Какие растения для дома у нас топ, так скажем? Как ты думаешь? Планхоя. Есть такое. Фикусы, например. Фикусы. Вот всевозможные пенджамины. Плюмерия у меня есть, например. Ага. Хлорофитумы. Да, да. Ну и так далее. Всё это можно... Помогайте нам, что у вас дома растёт. Да. Алоя. Ну алоя полезные, полезные очень. Орхидея. Орхидея. Без орхидеи сейчас никак. Ну как вот, они цветут... Но тоже они очень такие привередливые растения, и с ними надо очень аккуратненько. Вообще не привередливые. Да? Абсолютно. Ну как, ну как? Орхидея, дорогая. Ничего, я тебя всему научу. Можно вот небольшую предысторию. Мы с Юлей знаем друг друга, но я не знаю, уже очень давно, не будем раскрывать сколько нам лет. И каждый раз встречаемся с ней в очень интересных обстоятельствах. Прям маленькая история. Я в своё время, я работал в журналистике очень давно, с 15 лет. И вёл в основном программы про моду, про стиль, про вот всякую вот эту фигню, ерунду. И в один прекрасный момент мне всё надоело. И думаю, ну чем бы мне бы заняться? Встретил Марину Рукальну, все её знаете, помните? Конечно. Вот. И мы с ней начали заниматься даже не телевизионной программой. Мы начали выпускать журнал про садоводство. Я тогда на тот момент ничего не понимал в этом. И начали заниматься саженцами. Мы привозили саженцы из Мичуринска. Мы сами выращивали. И я уже забил совершенно на своё прошлое, вот это вот околомодное. Думал, меня все позабыли, меня все уже вычеркнули из своей жизни. Мы работали на выставке как-то. Все в грязи саженцы с открытой корневой системой, представляете, да? А их-то тысячи просто. Вот это всё надо запаковать, вручить, всё. И уже под конец дня мы с Мариной вот так стоим, уставшие до смерти. Просто вот это что-то было. И уже, несмотря на публику, на наших клиентов, на женский голос. А скажите, пожалуйста, ну я не помню, что там она говорила. Вот там конфетное яблоко, яблоня, это раннего срока созревания. Жечь, ну вот же, на стенде всё написано. И значит голос такой, Виталь, я понимаю, Юля. Юля, которая тоже вся в гламуре, в творчестве. Вот такая, с сумками, с саженцами, там чего только. Потому что сад, это моя тема. Если бы я не была певицей, я была бы где-то рядышком с цветочкой. И вот тогда я понял, что я на верном пути, что буду я всем по-прежнему интересен и старым друзьям, и новым друзьям. Вот такая вот история. Потому что я хочу сказать, да, извини, что я тебя перебила. Потому что цветы — это вдохновение, которое вам скажут спасибо на каждом пути исследования вместе. Я просто настолько наполняюсь цветами, когда пройдёт бэшеный концерт, усталость и всё. И я бегу к своим цветочкам, которые мне говорят спасибо. Вот с ционом, я думаю, кстати, у меня будет быстрее. Потому что у меня есть цветы, которые я из-за границы привозила, но что-то не идёт. А сейчас я поняла, что надо с ционом подавляться. Ну, всему своё время. Видишь, день открытий для тебя тоже. Смотрите, я, наверное, сначала немножко расскажу про те растения, которые я из Самары привёз. Тут у меня стоит вот такое вот чудесное растение, всем известное, да, из розмарин. Но посмотрите, какая форма у него. Она ампельная форма. Розмарин обычно вот такие бобылки, да, очень некрасивое, полезное растение. Вот в Европе, я знаю, они как сорняки, вот вдоль дороги растут. А у нас ещё надо за ним подмекать. И вот я просто рекомендую вот такую форму розмарина, ампельную, абсолютно компактный кустарничек, дома прекрасно растёт. Вот буквально мне удалось найти маленький черенок, вот уже что выросло. Возьмите себе на заметочку. Что я ещё выращиваю дома и что я привёз сегодня? Вот клубничка, это моя выращенная из семян. Между прочим, ты как раз спрашивала, можно ли клубнику вырастить из семян. Да, да, мне это очень интересно. Вам интересно тоже? Причём... Задавайте вопрос, мы будем с вами в интерактивном общении. Вот это вот как вы думаете, что это такое? Это мята, это микромята. А можно попробовать? Да, пожалуйста. А я сейчас вот всем даже её прям дам понюхать. Ой, такой прям связь. Смотрите, какое чудное растение. Мята. Вообще чудное. Вот заполоняет собой всё пространство мята вот это. Подвесных кашпо. Летом можно на улицу вынести, на балкон. А она такая маленькая остаётся? Да, у неё прям маленький лист. Нет, она будет прям шариком. А как её можно использовать так же, как мы любим традиционно, в чай и так далее? Ты прям вот традиционно в чай добавляешь, в лимонады, всё что угодно. Просто очень компактное растение. И, кстати, что хочу сказать. Вот мы сегодня приготовили такой тоже мастер-класс по посеву. Так давайте прям быстренько и начнём. У нас имеется грунт. Юль, поможешь, да? Конечно. С недавних времён, вот вы, наверное, скажете, сейчас какая-то реклама там ционом. С недавних времён я сею все семена исключительно с ционом. И поставил эксперимент в прошлом году. Торф-таблетки, знаете, такие, да, у них дырочки. Я туда напихал циона в торф-таблетки. Поскольку сею устома, она там очень долго стоит, да, она очень медленно развивается. И в прошлом году и устома, и я посею устому. Знаешь же? Знаю, конечно, и это бесполезно. Я у меня не произрастаю. Я только могу покупать саженца. Вот. Воспользуйся моим советом. Торфа-таблеточки. Туда насыпаем циона. И устома посеял в прошлом году в середине февраля. Представляете? Когда все сеют в декабре. Так вот она догнала всю рассаду тех, кто посеял в декабре. Я был в шоке. А была еще лампочка такая, которая стимулирует, да? Конечно. Вот. Ну, чтобы знать, чтобы не просто только вот цион, но еще надо... И вот эта мятка тоже была выращена с ционом. Все знаете, да? На литр любого грунта насыпаем цион. Причем столовую ложечку. Сколько здесь литров, как думаешь? Не знаю. А мы давно уже не пьем, поэтому мы в литрах очень плохо ориентируемся. С ционом не переборщишь. Поэтому вот и две. Ничего страшного. И самое главное, что здесь будет и рыхлый грунт, и влагоемкий. В общем, преимущество масса. Перемешиваем, заполняем, уплотняем. Вот так. Как ты все быстро делаешь? Да вот что ты вот... Молодец. Подожди. Подожди хвалить. Сейчас все... Или опрокину, или... Нет, нет. Я же ведь такой, товарищ. Берем, либо поливаем, либо увлажняем из пульверизатора. Семена продаются микромяты вот в таких вот контейнерках, как в фуках. Все то же, как и у стомах. А почему? Потому что они очень мелкие. Да, да, да. И, ну, вы знаете, что некоторые культуры нужно сеять поверхностно. Почему? Ну, это как в природе, да? Семена падают, и, знаете, не все они заглубляются. Вот, поэтому... И почему еще сеем поверхностно? Потому что некоторые семена, вот, петуния, что еще? Виола, например, да масса. Для прорастания просто необходим свет. Свет, конечно. Да, поэтому все очень просто. Юль, ну, давай, посеем, что ли? Давай, давай. Все-таки уплотним. Ага. Прям по семечку? Да, в одну. Прорастает мята моментально. И, кстати, очень быстро. Сколько здесь семечек? Одно. Одно семечко? Здесь одно, конечно. Вот, очень быстро нарастает. Единственное, что мята это, как и другие мяты, водохлебка. Я один раз был у нас в Самарской области, речка, Волга. На каком-то кораблике мы доехали отдохнуть, просто покупаться, позагорать, и идем по берегу. И вдруг мне ударяет в голову, в нос невероятный запах мяты. Есть такая речная мята, да? Там ручеек. Да, да, да. И растет очень много мяты. Какого-то необычного, такого яркого... Она, мята такая, немножко сизая, да, бывает, а это ярко-зеленая. Аромат стоял великолепный. Мне сказали, что эта мята единственный сорт, который растет именно в этом месте. И многие пытались откопнуть, не приживается, не укапливает. А много сортов мяты вообще? Очень много. Особенно сейчас стали выпускать гибридные сорта. Они компактные. Кстати, тоже можно выращивать дома. Вот мне хватило только на эти три контейнера, четыре. Это, это, это... Ну, мы за кадром потом досеем, чтобы, знаете, не тратить очень много времени. Хорошо. Вот. Друзья, ну что еще? Что еще у меня тут есть? Понятное дело, банально помидорки можно вырастить. Хотя вот сегодня Юля увидела этот томат, такая, я, можно его заберу домой. Я говорю, сама попрешь. Да ладно. Ну, перец. В общем, масса растений. Все буду показывать в своих выпусках. Как называется вот этот цветок? Крокус. Можно семинар? Семинар. Можно. А можно я вам даже подарю. Хотите? Спасибо большое. Хотите? Вот вы поняли, да, что самым активным участником будут много подарков. Поэтому принимайте участие активно. Улыбаемся, девушки. Улыбаемся. Не уйдем. Понял. Самое главное, девушки, улыбаемся. В следующем выпуске Яна Фролова, садовый эксперт, блогер, расскажет о полезной зелени на подоконнике.